Привет, друзья! Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайк, обязательно комментируйте, также не забывайте о Телеграме, ссылка в шапке профиля. По состоянию на 31 июля группой зафиксированы имена 5120 российских оккупантов, публично похороненных или официально признанных уничтоженными в самой России. Похоронки зафиксированы в 2640 населенных пунктах. Напоминаем, это только те, о ком есть открытая информация в самой России, где есть имя и четкая привязка к региону РФ. Реальных потерь намного больше, пишет блогер Алексей Копытько. Накануне российского дня ВДВ хочу отметить две вещи. Первое, ВДВ России понесли на войне чудовищные потери. Бродят разные цифры относительно доли, в общем числе потерь, если взять консервативную оценку 20%, а до дикое число. Особенно с учетом инвестиций. Это хорошо обученные, оснащенные и мотивированные войска были. Все города с дислокацией частей ВДВ в лидерах, Кострома, просто сплошное кладбище Псков, Тула, Рязань, Ульяновск, Улан-Удэ, горы трупов. Количество инвалидов я даже не берусь представить. Второе, сейчас Росвласть активно перебрасывает десантно-штурмовые части на юг, Херсон-Запорожье. Концентрация на той же Херсонщине уже такая, что держать их только для обороны противоестественно. По имеющейся информации, Росдесантников накачивают отомстить за пацанов, вернуть славное имя и так далее. Если их так и бросят в наступление, то Россия на годы лишится атакующего потенциала. Выглядит так, будто Путин уничтожает свой десант с пониманием, что в ближайшие годы в осажденной крепости он не понадобится. А сейчас это единственный массовый инструмент для решения задачи по захвату новых территорий, для их последующего удержания, размена или попытки свернуть власть, потому что и морская пехота, и российские спецназы изрядно потрёпаны и прорежены. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш новый телеграм-канал в страничке в Инстаграме и Фейсбук, ссылки в описании.